Музыка Сегодня мы хотим поговорить с вами о неонатальной желтухе. Музыка Физиологическая желтуха у новорожденного ребенка должна начинаться не ранее третьего дня жизни. И у доношенного ребенка она должна пройти к 14 дню, а у недоношенного ребенка она имеет право быть к 21 дню. Музыка Дело в том, что бывают понятия метаболической энцефалопатии, либо билирубиновой энцефалопатии, потому что то вещество билирубин, которое вызывает желтушное окрашивание кожных покровов, оно токсически воздействует на центральную нервную систему вашего ребенка. Музыка Прежде всего, это сроки возникновения желтухи. И второй очень важный элемент, это до какого уровня окрашиваются кожные покровы вот этим желтым цветом. Музыка Мы как медики в данной ситуации пользуемся так называемой шкалой Краммера. Музыка Вот здесь вот на схеме нарисован ребенок, чье тело поделено на 5 так называемых зон. И вот первая и вторая зона, это лицо и туловище ребенка до уровня пупочной ранки, это тот уровень неонатальной желтухи, который является физиологичным для вашего малыша. Если желтизна кожных покровов опускается ниже, паховая область, либо ножки, это сигнал тревоги, в связи с которым вы должны обратиться к своему участковому педиатру, который поможет вам в данной ситуации. Музыка Если же у вас патологическая желтуха, прежде всего, вы должны обратить внимание на то, как хорошо кушает ваш ребенок, набирает ли он хорошо в весе, потому что это очень важно для регресса желтизны кожных покровов. Вы должны знать, какая у вас группа крови резус-фактор, и, к сожалению, вот эта желтуха, она также может быть признаком достаточно грозных заболеваний, плавник, сепсиса, либо каких-то других нюансов со стороны функциональной способности печени. Если это физиологическая желтуха, это то, что не нуждается в нашем лечении. Находитесь дома, гуляйте с ребенком, купайтесь, кормите его и получайте удовольствие от этой жизни. Музыка